С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. В Ненецкой Тондре завершилось празднование Дня Оленя. Чествование работников оленеводства и подведение итогов работы за прошедший год прошло в СПК Заполярье и Путильича. Бригады этого колхоза сегодня выпасают стада недалеко от Тамдормы в районе реки Великая. Оленеводы 1, 5 и 6 бригад отметили профессиональный праздник вместе с почетными гостями, которые прибыли в стойбище из Нарьинмара. В окрестности реки Великая бригады кооператива Путильича приходят в начале июля. Отсюда недалеко до моря, а значит оленям будет прохладно. Здоровье стада – главная забота пастухов. Чтобы животные не уставали, пастбище выбирают ровные и богатые ягелем. Нынешнее лето выдалось тяжелым как для людей, так и для оленей. Из-за аномально высоких температур стада старались держать ближе к водоемам. Несмотря на погодные условия, пастухи довольны упитанностью оленей и сохранностью поголовья. Сегодня в стадии хозяйства насчитывается 20 тысяч голов. Хороших производственных показателей, по словам бригадира хозяйства, удалось добиться и благодаря механизированному выпасу. Раньше ненецкие оленеводы дивились норвежским и финским привычкам пасти оленей на технике. А сегодня сами ее используют. Зимой снегоходы, летом квадроциклы. Оленей не держим сухо, довольно оленей тяжело выездить. А стадо привыкло уже к квадроциклу. Оно спокойно относится к технике. Ну, расходы, конечно, есть. Это же все, бензин и техника дорогая, но здоровье оленей для нас дороже всяких расходов. Но все же главный показатель успешности хозяйства – труд каждого члена кооператива. Путь Ильича – одно из немногих хозяйств, где нет кадрового голода. Молодежь в оленеводы идет благодаря поддержке округа, хозяйства и семьи. Оленей чужой жил, им много не надо было. Чум есть, дом есть, кушать есть. Много не надо. Привыкают к хорошему, быстро портятся люди. Даже сейчас у нас округ социально ориентированный. Округ. Людей портим. Харевер на военный пункт работать людей не можем найти. Это сколько людей. Еле набираем бригады. Безработицы получают всякие там леготы. Сидеть без работы не в правилах оленевода, да и не позволяют олени. За ними нужно следить 365 дней в году. Даже в день оленя, когда мужчины и женщины соревнуются в ловкости и силе, дежурный всегда у стада. О привязанности пастуха к своей работе можно судить и по гонкам на оленях упряжках. Если он знает каждого рогатого и умеет правильно поставить их в упряжи, первое место обеспечено. Тщательно подготовленная упряжка. Нужно, конечно, подобрать самых сильных. И нужен очень хороший, сильный передовой. Женщины держат хорей не хуже мужчин. Когда надо, сами садятся в нарту и едут за дровами и водой. Роль женщины в тундре самая ответственная – обеспечивать бесперебойную работу бригады пастухов. Мы уже говорили о том, что есть большие коллективы, маленькие коллективы. На мой взгляд, чем меньше коллектив, тем сложнее в нем находиться, тем сложнее им управлять. И здесь очень велика роль хозяйки чума – женщины. Поэтому вас позвольте поздравить отдельно с этим замечательным праздником. И пожелать, чтобы в чуме всегда была добрая, теплая, очень вкусная атмосфера. Чтобы чумоработницам было, из чего сварить суп, а оленевод получал доход от продажи мяса, в регионе действует система субсидий. При грамотном распределении выделенные средства хозяйство может инвестировать в модернизацию производства. В ноябре 2015 года СПК «Путь Ильича» при поддержке администрации округа запустил современный убойный комплекс. Он позволяет заготавливать мясо независимо от погодных условий. В связи с потеплением убойную компанию приходилось проводить не в ноябре-декабре, как раньше, а переносить на январь-февраль. К тому времени оленей сильно теряли в весе, и выход мяса получался ниже. Теперь есть возможность вести стадо на убой сразу после осенней кормёжки, когда их вес достигает максимальных показателей. Быстрая обработка туши на одного оленя в среднем уходит не больше пяти минут, даёт мясо высшего качества. Мы должны сделать так, чтобы профессия оленевод или само слово оленевод и то понятие, которое в него вложено, оно должно вызывать у человека гордость. Оно такую планку высокую должно нести, как оно и раньше, кстати, было. Я застал ещё и начал работать в конце 80-х годов, когда оленевод, приезжая в посёлок, подходя к магазину, он был самым уважаемым человеком, потому что он считался самым обеспеченным. По итогам отраслевого соревнования «Путь Ильича» признан лучшим хозяйством в округе. Призовые места получены и в конкурсах среди бригад и бригадиров. Как правило, достичь высоких производственных показателей удается тем колхозам, где слово «оленевод», как и десятки лет назад, звучит гордо.